Ветки Они там топят только углем А дровами рассапливают Поскольку там все посадки давным-давно повипеливали Ну и я топлю постоянно дровами Я уголь не использую Хотел немножко рассказать о том Как мы, образно говоря, выкручиваемся здесь Ну это вы увидели А сейчас давайте перейдем в сарай Где мы увидим уже поленницу В сарай здесь вы видите у меня сложена поленница И если вы житель областей тех, которые принадлежат к лесной зоне, то возможно видите совсем необычные деревья. Если я приближусь, здесь мы можем увидеть абрикос и шелковица. Эти деревья я частично у себя пилию, частично поделились соседи. Они высохли, я их держу на случай морозов, поскольку это дерево обладает довольно высокой плотностью, может дать жар. Ну а теперь перейдем немножко дальше. Те дрова, для которых поленница не нужна. Если вы видите, то как раз та куча с ветками, которая у меня лежала на улице, она постепенно преобразовывается в такой запас топлива для растопки. Я эти ветки, которые уже заканчиваются, использую для того, чтобы на ранней стадии растапливать печь. Ну а теперь, чем еще интересны методы. Здесь вы видите у меня дрова, они тут бывают довольно интересные. Среди них есть дрова таких довольно твердых пород. Вон видно, древесина такая плотная, и сама вообще по стуку видно, что такое плотное дерево. Пиляется оно, честно говоря, довольно тяжело, даже когда электропилой пиляешь, немного скачет. Но оно, благодаря высокой плотности, дает и хороший жар. Есть и другие. Вот, видимо, это высохшее дерево. Ну и оно более легче, и стук не такой. Эти все ветки я взял в соседние посадки, которые недалеко. Я принципиально не хочу пилять сырые деревья, потому что мне их жаль. Это живое. Я не хочу на живое поднимать руку, но есть много таких брошенных сухих веток, которые никто не берет. Я узнавал по закону Украины, что ими можно подбирать. Нету закона, который бы запрещал, брат, сухие дерева. И я их использую после того, как растопил этой мелочью. Дальше, если посмотреть, у меня уже заканчивается, есть более крупные дрова. Я их беру тоже там в посадке. У меня, как видите, посортировано все по размеру, чтобы я мог слаживать. Здесь же у меня находятся те дрова, которые мне дали знакомые. То есть это было тут айва, сливок, которые знакомы у них. Газ они поделились, спилили, я забрал. И там тоже видно, они более сырые. Я топлю ими вперемешку. И таким образом я вообще не использую угля. По факту особо не тратя деньги на дрова. У меня получается свой небольшой дом в поселке городского типа отапливать с помощью дров, которые я привез из посадки. Вот таким образом мы выкручиваемся. То есть, как вы заметили, если подытожить, здесь есть фруктовые деревья, здесь есть те, которые в основном таких, скажем, акации породуют. Акация, гледич, иногда клен, но его мало. Вот именно такие породы, они популярны в той местности, где я живу. Я также задавался вопросом, как наиболее эффективно топить дровами. Потому что, в отличие от угля, они быстрее перегорают. Вот сам я изучил физику, я люблю этот предмет. Хотя я сейчас работаю в немножко другом направлении, электронщиком, но тем не менее процессы горения мне были интересны. Я исследовал этот вопрос и выложил на YouTube тоже видеоролик. Он называется «Отопление дровами. Оптимизация процесса горения». Ссылочка на него есть в описании. Также его можно увидеть. Будет подсказка, всплывет вверху. В этом ролике я сравнил стандартный подход, который используется в местности, где я проживаю, ну и вообще, который люди используют. И как можно оптимизировать вообще отопление дровами, чтобы КПД было как можно максимальное. Также у меня есть видеоролик про очень интересный вариант печи с духовкой, с поперечным расположением плиты. Это был такой экспериментальный проект. Я когда купил дом, перелаживал печи. То, что получилось, в итоге мне понравилось. Это зимой я ее испробовал при закрытом поддувале. Горит исключительно, когда ветер попутный. Я думаю, если вас заинтересовало это видео, то та тематика тоже вам будет интересна. Большое спасибо вам за то, что вы просмотрели его. Подписывайтесь на канал, если желаете не пропустить новых видеороликов. Ну и до новых встреч на YouTube! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!